Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Пришло время программы «Трофей рыбалка». Добрый вечер. У микрофона Владимир Сметанин. Я знаю, что многие из наших слушателей ждут подведения итогов конкурса, фотоконкурса на лучший, на самый красивый трофей, где мы разыграем 30 литров бензина от компании «Арсен». Где мы разыграем 30 литров бензина от нашего генерального партнера компании «Движение нефтепродукт». Бензин «Ультра-92». Спасибо, что «Движение нефтепродукт» нас поддерживает. И мы такой полезный приз вручаем в конце каждого месяца. Безусловно, я подведу итоги этого конкурса. Будет, наверное, как-то невежливо не представить гостю, а именно сегодня гостя в программе «Трофей рыбалка». Эксперт компании «Арсенал» на Воровского 83 Екатерина Климова. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Вот не удивляйтесь, это тот самый случай, когда представительница прекрасного пола очень много чего знает в наших рыбацких делах. Очень много чего знает в наших рыбацких делах. И в чем именно, вы чуть позже поймете. И да, кстати, мы с Екатериной уже в рамках этой программы общались. Это было в ноябре прошлого года. И мы тогда готовились к зиме. И в частности, очень подробно говорили о том, как правильно подобрать термобелье. А сегодня, ну, коли уж весна, в самом разгаре, мы будем говорить о межсезонье, об одежде для межсезонья, обуви, аксессуаров всевозможных. Ну и, естественно, будем заглядывать уже в теплое время года, оно не за горами. И будем говорить о легкой одежде, чтобы рыбакам было не очень жарко. Екатерина, давайте подведем итоги. Они передо мной, в общем-то, с легкостью их озвучиваю. В голосовании на сей раз участвовали снимки Павла Рихалова, Алексея Бирюкова и Константина Анисимова. И самое большое количество голосов, а проголосовало почти 500 человек, самое большое количество голосов набрал снимок Константина Анисимова. Он, собственно, и получает 30 литров бензина, ультра-92 от компании «Движение нефтепродукт». На втором месте Павел Рихалов, у него 43 почти процента. Ну и вот Алексей Бирюков что-то подотстал. Там 6,5 процентов. Поздравляю победителя. Приз ваш, законный. Мы обязательно с вами созвонимся и пригласим за тем, чтобы вы получили купоны на 30 литров бензина. Ну а теперь поехали. Сбросили, так скажем, это приятный груз. Действительно, пора готовиться уже к теплому времени года. Если сравнивать Екатерина с нашей прошлой передачей, где мы говорили об очень тяжелых, таких массивных костюмах, о термобелье, которое серьезно защищает тело рыбака в самые лютые морозы, то предлагаю начать все-таки с обуви. Вы сказали, что для межсезонья обуви не так уж и много. Давайте сразу о ней поговорим и пойдем дальше. Про верхнюю одежду будем говорить, безусловно. Про флисовую одежду. Про одежду, которая защищает от всевозможных насекомых. Ну и про легкие уже летние вещи. Итак, обувь. В чем тут особенности? На что конкретно сейчас будем советовать обратить внимание рыбакам? Если перед ними сейчас встала такая задача подбора обуви для перехода от зимы к лету. Ну, если сравнивать время года, на котором мы именно приобретаем обувь, если до сих пор лежит снег, то лучше покупать обувь, которая состоит из материала Эва. Она более легкая. Так, давайте поясним, что такое материал Эва. Эва, проще выражаясь, это вспененная резина. Она очень легкая, она более теплая, и ногам в ней комфортнее передвигаться по снегу, особенно сейчас, когда он проваливается, она не затрудняет движение, но и, тем не менее, они продаются, их тоже довольно большой спектр, и они есть и с чулками, есть совсем без чулков, то есть моделей достаточно много. Вторая обувь – это резиновая обувь. Сапоги резиновые классические в том числе, да? Ну, сейчас это уже не столько резина, сколько ПВХ материал заменяют. Он более эластичный, более практичный, но, тем не менее, он более холодный. Его обычно приобретают уже на более теплое время года, когда уже по суше, и есть вероятность ходить, допустим, по лесу, потому что, если сравнивать по прочности, резина будет более прочная, чем Эва. Эва, она легко протыкается. Если нечаянно зацепился, идя по той же лесистой местности за какой-нибудь торчащий сучок, то резина с большей вероятностью выдержит, да? Конечно. Ей ничего не делается. Она сейчас тоже начала, ну, как сказать-то, она продается вместе с чулками, то есть более утепленно ее не обязательно носить с шерстяными носками, но в плане изоляции Эва, она немножко превосходит. Тем более, сейчас вышли новые модели, где усиленно подошва идет. То есть они делают просто вставку резиновую в подошву прямо. И обезопасив, ну, покупая такую обувь, ты себя обезопасил, то, что ты можешь идти по лесу и не проткнуть ее. Вот. А по резиновой обуви, ну, она более тяжелая, и для более старшего поколения это не всегда бывает очень удобно, то, что она... Для людей возрасте, да? Да, как они выражаются, ноги тянет, то есть некомфортно ходить. А Эва сейчас на первых, так скажем, в первых рядах продаж идет. Ну, я так понимаю, уже много лет. Ее с каждым годом все больше и больше моделей появляется. Появляется, да. Если раньше было только в основном зимняя обувь, то сейчас появилась демисезонная обувь. Более облегченная, она не такая массивная, как зимние сапоги. И тем не менее она различаться стала. То есть можно от галош и до болотников спокойно приобрести. То есть по длине еще, да, непосредственно различается. Да, они как галоши, полусапожки, сапоги, болотники, заканчивая уже полукомбинезоном. Хочу вопрос с подковыркой задать. Екатерина, все-таки что мешает рыболову достать тот же чулок из зимнего сапога? И без него уже весной находить? Зимний чулок достаточно толстый. У него нога будет выпадывать из сапога. Потому что там идет очень широкое голенище и очень широкий сам по себе сапог. То есть он может одеть шерстяные носки, но ему придется стельки 3-4 подложить, чтобы у него нога не болталась с сапогами, как карандаш. Не хлюпала там, что называется. Так, давайте сейчас в конкретную еще больше плоскость перейдем. Вот человек приходит. Померить, безусловно, все можно, да? Конечно. Советы конкретно. Нужно ли выбирать размер в размер или все-таки брать с запасом? Она больше, скажем так, приближена... Как Эллы, такие резиновые сапоги. Нет, она больше приближена именно к нашим повседневным размерам обуви, нежели, допустим, зимние. Если зимнюю мы покупаем на 2, на 3, бывает и на 4 размера больше, то демисезонная за счет того, что она уже по колодке идет, чулок там более тонкий, ее можно брать максимум на размер побольше. А резиновые? Резиновые, также их берут на размер побольше, потому что подкладывают стелечку, одевают шерстяной носочек, чтобы ноге было комфортно и ничто не натирало ногу. Если поговорить немножко о ценовой категории, в какой бюджет можно... Ну, давайте напомним все-таки конкретную стоимость. В какой бюджет можно уложиться? Смотря от модели обуви. Зависит. Если галоши, галоши... Ну, давайте не сильно такое что-то вычурное возьмем. В районе тысячи можно уложиться спокойно с опушками. Это не за один, а за пару. Да. Что резиновые, что эво, они примерно в цене одинаково идут. Ну, резиновая есть, конечно, более дешевая, но у нас, соответственно, по качеству чуть похоже. А эво, она идет... Ну, самый оптимальный вариант, который как раз с прорезиненными вставками в подошве, они идут в районе полутора тысяч. У нас два на данный момент производителя, которые именно предоставили нам, скажем так, две модели сапог с резинами вставками. Какие производители? Это отечественные или зарубежные? Отечественные, конечно. Конечно, это Нордман и Торви. Торви – это Дзержинск город, а Нордман – это Псков. Что касается ухода, требуют ли они какого-то пристального вынимания? Главное – не сушить. На батарее. Вот эти легкие, да, вспененные, могут сесть. Что чулок может подсесть, потому что у них в чулках идет фольгированная вставка, которая как раз вот именно в межсезонье ногу, как сказать-то, удерживать тепло. И также и сам сапог может эво тоже подсесть, если его поставить, допустим, на батарею. Но не только на батарею, вблизи открытого огня, если, например, костер развела компания рыбаков или на печку где-нибудь поставить. Они могут расплавиться просто даже вплоть до этого. Хорошо, идем дальше. Давайте поговорим теперь о верхней одежде. Ну, я уже сказал, что наверняка уже не такая массивная верхняя одежда для межсезонья, нежели для зимы. В чем тут особенность? Это более деликатные ткани, более тонкие какие-то прослойки утеплителя. Что это? Если сравнивать зимнюю и демисезонную одежду, она практически ничем не отличается, только утеплителем. То есть, по внешнему виду? Они вполне одинаковые. Не различаешь? Соответственно, демисезонная она более тонкая, менее массивно будет выглядеть, в отличие от зимной. Но тут все зависит, допустим, на весну. Лучше все-таки покупать хорошую мембранную одежду. Потому что сейчас ветра, все равно вроде днем солнышко выглянуло хорошо, тепло, а ближе к вечеру уже прохладно становится. В этом плане мембранная одежда идет прямо в лидерах продаж, потому что она достаточно износостойкая, ее надолго хватает. У нее очень хорошие характеристики, то есть она ветрозащитная и влагозащитная. То есть ни дождь, ни снег, вообще ничего ей не страшно. Но есть один маленький минус в том, что под демисезонную одежду, под мембрану, все-таки нужно подбирать термобелье и флисовую одежду, чтобы потеплее было. Хорошо. Про термобелье и флис чуть попозже поговорим. На вид можно определить, что это мембранная одежда? Или нужно все-таки подходить к специалисту и говорить, мне нужна мембранная? Ну, в принципе, сейчас мембранная одежда практически везде продается, поэтому тут надо смотреть уже конкретно по характеристикам костюмов. По внешне она напоминает чем-то плащевку обычную, только более плотная ткань и плетение нити немножко идет другое, допустим, нежели у плащевки. И, соответственно, там уже на любом костюме, на любом хорошем мембранном костюме должна быть бирка, где указаны влагозащитные свойства и ветрозащитные. Там в цифрах указываются. Чем больше цифры, тем, скажем так, лучше костюм будет работать. Ага. Он, соответственно, и толще? Нет, он не толще. Там просто мембранная одежда, она измеряется в столбах. Вот влагозащитная, допустим, грубо выражаясь, 10 тысяч водного столба, то есть его водопроницаемость защиты на 10 тысяч идет. Это достаточно самый такой оптимальный костюм, который действительно будет хорошо вас защищать в любой ливень, вы не промокнете. И, допустим, паропроницаемость тоже стоит 10 тысяч. То есть это тоже хорошо, потому что костюм промокать не будет, но если вы будете потеть, то есть влагу лишнюю, а тело он будет выводить. Это, видимо, уже для таких активных рыболовов, да? Почему не обязательно? Которые не просто сидят на месте, но предпочитают активно передвигаться и ищут рыбу. Это как раз вот из ряда, допустим, днем солнышко, утром прохладно, днем солнышко, вечером опять прохладно. То есть утром пришел прохладно, ему тепло, комфортно. Солнышко выглядело, ему жарко стало, то есть мембрана одежды помогает регулировать вот этот баланс тепла, чтобы человек не потел и чувствовал себя достаточно комфортно на рыбалке. Ему не приходилось расстегиваться и, как обычно бывает, расстегнулся на рыбалке, продул и заболел. Ну да, неприятные ситуации случаются. А вот это значение 10 тысяч бывает как и большее, так и меньшее? Они бывают абсолютно разные. То есть самое распространенное, это 5 тысяч мембрана идет. То есть 5 влага и 5 паропроницаемость. Это среднеоптимальный вариант. То есть такие костюмы обычно... Среднеоптимальные вы имеете в виду по востребованности, по распространенности средней? По ценовой политике. А, по ценовой. Чем больше мембрана у костюма идет, тем дороже костюм идет. То есть в среднем 5-тысячные костюмы стоят в районе где-то тысяч 6-7. Соответственно, если мембрана уже больше 10 тысяч, то там костюмы идут свыше 10 тысяч. Сейчас было поступление недавно шамановских костюмов, очень хороших. Шаманов? У них мембрана одежды держится в районе от 15 тысяч и выше. То есть это давно известный бренд, который очень хорошо себя зарекомендовал. Это действительно неубиваемые костюмы. И по мембране они очень хорошо... Именно сколько заявлено, они столько и держат. То есть у них нет вот этой градации, что указано одно, а по факту получается другое. А температура окружающего воздуха там где-то указывается? У них указано. До какого предела рыбак будет себя комфортно чувствовать? Они идут как штормовки, то есть они тоненькие. Есть мембранные костюмы, которые демисезонные. Они идут с утеплителем, в частности, допустим, холофайбер, термофайбер. Это подобие синтепона, но немножко волокна у них по-другому расположены. То есть в процессе стирки и носки они не скручиваются шариками, как синтепон, а достаточно свободно себя чувствуют, и костюм дольше служит. Не, ну это смотря как стирать. Наши люди могут любую вещь испортить. Вот, то есть такие костюмы у них, да, у них они более теплые, они уже считаются не столько демисезонными, сколько ближе к зимнему костюму. У них в среднем примерно от минус 10 они начинаются. То есть вот когда начинает солнышко уже где-то проглядывать, их можно одевать, потому что в зимнем костюме, который там до 30, до 40 градусов, в нем уже совсем жарко будет. Что касается расцветок этих костюмов, я помню, по-моему, с вами мы говорили о зимних костюмах, когда муж приходит с женой или с жене приобретают даже этот костюм, и там прям вот вертятся перед зеркалом, то примерят, это примерят. Здесь как? Широкий спектр расцветок? В нашем, допустим, магазине в среднем выбраны расцветки городского стиля. Это что такое? Это хаки, допустим, ну, зеленый фисташковый такой цвет, серые, есть темно-синий с темно-серым, то есть такие цвета, они не пятнистые, но есть, допустим, и такие толстовки, они тоже мембранные, а материал софт-шелл идет. Вот они есть пятнистые, то есть для охотников вполне подходят. Также есть и спектр-то, он большой, то есть есть, в принципе, можно подобрать и мембрану одежду, как и для охотника, так и обычный, допустим, житель может прийти и выбрать себе костюм, потому что у нас цена на костюмы не завышенная идет, то есть, ну, скажем так, на любого человека можно подобрать. Ну, для дам-то линейка есть тоже? Нет, женских костюмов, к сожалению. Нет, демисезонных нету? Демисезонных у нас нет. У нас только есть один зимний костюм. Да, мы же говорили, что зимний есть специально для женщин, а здесь вот такое упущение. Надеюсь, что, может быть, у производителя, вот у нас большой выбор одежды именно фирмы «Восток», московская фирма, да. Надеюсь, что у них, может, что-то появилось из мембраны именно женской линейки, может быть, нам привезут что-то. Ну, запрос-то есть от девушек и женщин? Не так часто, как хотелось бы, но тем не менее есть. Но есть. И что приходится выбирать? Мужской какой-то? Мужскую какую-то вещь? Ну, у нас чаще попадаются девушки и женщины, которые вот именно рыбачат, допустим, они более такого телосложения, так сказать-то. Ну, какого? Нормального, российского телосложения? То есть, в принципе, при желании некоторые покупают и мужские костюмы. В конце концов, девушки менее привередливы, кстати, в таких костюмах, чем мужчины. Более практично. Кто меня в лесу увидит, кто меня на рыбалке увидит. То есть, как бы сидит хорошо, подошел по размеру тоже комфортно, значит, берем. Итак, небольшой итог подводим. Выбору костюма именно для рыбалки, активного отдыха, охоты и так далее. В общем, пребывание на природе нужно мембранный выбирать, да? Лучше, да, в демисезонную. Мембрана. Вот по значениям мы там 5-10 тысяч сказали. Мне раз вы сказали, что на 5 тысяч вот такой середнячок пусть ориентируется. Ну, да. Да, ну и далее уже дело техники, что называется. Можно и расцветку хорошую подобрать, чтобы сидело. Померить все можно. Конечно. Безусловно, да. Так, упомянули мы о термобеле, которое все-таки приходится, да? Поднадевать тут какие особенности термобелья? Ну, вот сейчас в данный момент... Оно такое же, как и зимнее или несколько другого? Нет, зимой мы рассматривали именно более толстое термобелье с шерстью потолще, потеплее, чтобы было покомфортнее. Сейчас можно уже перейти на более тонкое термобелье. То есть, так же можно до присутствия шерсти, если, допустим, человек мерзнет. Но чаще берут стопроцентную синтетику, чтобы отводило влагу, что когда человек двигается, ему было комфортно передвигаться, что он вспотел, влагу отвел он, допустим, на второй слой, на флисовую одежду. И он как бы замечательно. Не холодный, не зябко. То есть, тут тоже кто-то покупает термобелье на демисезонную одежду, кто-то нет. То есть, если вы покупаете мембранный костюм, чтобы мембрана хорошо работала, нужно тоже правильно уметь подбирать внутренние слои, чтобы было комфортно ходить. По стоимости термобелья для межсезонья, мы говорили в прошлой передаче... Оно примерно не сильно отличается от зимнего, потому что... Да я помню, тысячу, полторы тысячи можно... Можно будет вполне приобрести. Можно приобрести комплект. Так, флисовая одежда. Флисовая одежда, это за место... Давайте поподробнее остановимся. Это одевают уже за место свитеров. То есть, поверх термобелья уже одевают флисовую одежду. Это достаточно удобно, что если жарко стало, вы, допустим, курточку скинули, и ходите во флисовой кофте, потому что она тоже обладает такими свойствами, как ветра и влагозащитная. Это, как правило, с молнией, да? Ну, кто-то, да, они бывают разные. Они бывают с молнией, бывают через голову одеваются. Тут уже как удобно. То есть, потолщине они тоже разные бывают. Можно взять как термобелье флисовую одежду. Она потоньше будет. Некоторые предпочитают более толстые. То есть, толстовки такие. То есть, их пододевают, и когда вот совсем жарко становится, просто курточку снимают и ходят в одних флисовых кофтах. Они тоже не продуваются, поэтому у них достаточно комфортно передвигаться, нежели, допустим, как раньше в свитере в шерстяном ходили. И флис, он не намокает. То есть, если вы даже вспотели, у вас на внешний слой отводится излишняя влага, и тело остаётся сухим. То есть, вам комфортно, и она не тяжелее. Но при всём этом быстро также просыхает. Если говорить, опять же, о моделях конкретных, о расцветке, ещё каких-то нюансах. Они стандартно больше идут в чёрном цвете, в зелёном, либо в сером. То есть, по расцветкам не такой большой выбор, но по моделям достаточно большой. По длине, покороче, с капюшонами, без капюшонов, чтобы отстёгивался. Кому какие больше нравятся. С карманами, есть вот совсем такие толстовки, полутолстовка, полукурточка. Они совсем плотные, идут ещё и с подкладкой. То есть, как бы, тут тоже на любителя идёт. Кто-то предпочитает вообще всем костюмам просто толстовки вот эти одевать и, как говорится, идти на рыбалку. И они тоже продаются либо, допустим, только вверх, либо вверх и низ. То есть, можно купить вместе со штанами костюм, можно купить одну курточку. Либо просто ходить, допустим, так же по городу, не обязательно на рыбалку. Но что больше-то сейчас востребовано? Костюмы всё-таки или по отдельности вещи? Что люди-то у нас берут? Костюмы. Да. То есть, это более удобный вариант. Тебе не приходится ходить искать отдельно кофту, отдельно штаны, ещё чтобы по цвету совпадало. Рыбаки тоже бывают привередливые. Поэтому чаще стараются покупать костюмы, как говорится, всё в тон. То есть, будет, вот, кстати, на днях тут должно быть поступление. Мне очень нравится эта фирма Северленд. Это импортная одежда, но у них очень хорошие флисовые костюмы. Они тоненькие, вот именно как городского стиля. Они тоненькие, но, тем не менее, они не скатываются. То есть, флис, он тоже разный бывает. Если взять хорошего производителя, они... Не скатываются, в том числе, при уходе, при стирке. То есть, катышки не появляются. Они очень хорошо себя проявили в прошлый раз, когда мы их привозили, их очень быстро разобрали. Вот в этом сезоне их опять решили привезти. Они стоят подороже? Две с половиной примерно комплект. Комплект? Да. Ну, где-то в районе... Не больше, по-моему, трёх тысяч не будет. То есть, курточка и, соответственно... Курточка и штаны. Причём на курточке идёт защита на локтях, как балонька пришита. И на коленках, на штанах тоже самое. То есть, как раз вот именно для рыбаков, для охотников, то, что если ты где-то встал на колено, ты не запачкался. Что касается размеров, да, кстати, тоже немаловажно ещё, наверное, упомянуть. Насколько широк диапазон размеров? Начиная от 46-го, заканчивая 62-м. Ага. Ну, разброс приличный, да. Ну, вся размерная линейка у них есть. То есть, даже бывают маленькие, вот, эски приходили, они примерно даже не столько 46-й, сколько 44-й, где-то 46. То есть, даже подростки, бывает, приходят. А вот как раз, да, хотел спросить, дети-подростки могут ли, да, вместе со своими отцами или мамами, которые увлекаются там активным отдыхом, рыбалкой и так далее, тоже могут, да? Да, в принципе, тоже подобрать-то можно будет самый маленький размер. Главное, чтобы он подошёл, тем более, как сейчас дети растут, на вырост. Ну, да, да. Срок службы флисовой одежды, если нормально за ней ухаживать? Неограниченная. У них нет срока службы. Беречь более-менее, да. Это синтетика, с ней ничего не делается. Она не садится, она, в принципе, она не растягивается. То есть, если правильно ухаживать за одеждой, тем более за флисовой, ей ничего с годами не будет. То есть, периодически, если катышки появились внутри, если вас это беспокоит, существуют машинки, которые убирают эти катышки, и дальше можно носить одежду. То есть, у неё нету, вот как у шерсти, допустим, она не вынашивается. В этом плане вот очень удобная и практичная вещь. Так, мы подошли к небольшой рекламе. Я напоминаю, что в гостях сегодня в программе «Трофеи рыбалка» Екатерина Климова, эксперт компании «Арсенал» на Воровского 83. Мы сегодня говорим не о снастях, не о будилищах. Мы сегодня говорим всё-таки тоже о немаловажной стороне рыбацкого дела. Это то, во что рыболовы одеваются, едя или идя на рыбалку. О здоровье нужно своём, как известно, заботиться. И мы сегодня вот даём максимум информации для того, чтобы вы смогли присмотреться, прислушаться, вернее, да, раз уж мы на радио, прислушаться к тем вещам, которые вы вполне можете себе приобрести, для того, чтобы быть в тепле, в сухости и так далее. Мы продолжим через полтора минуты. Не переключайтесь. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофеи «Рыбалка». Продолжается программа «Трофеи рыбалка». Генеральный партнёр передачи компании «Движение нефтепродукт». 30 литров бензина мы разыграли уже в самом начале нашей беседы. Так что ждите следующего розыгрыша. Он будет, соответственно, в конце апреля. Точно так же будет объявлен конкурс в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте туда свои снимки и надейтесь на победу. Итоги будут обязательно подведены. Екатерина Климова, эксперт компании «Арсенал» на Воровского 83. Продолжаем беседовать о рыбацкой экипировке. И вот мы теперь уже движемся в сторону лета, теплого времени года. Екатерина меня этим термином поразила. Антигнус специалисты, да, продавцы называют это всё. Ну, я так понимаю, сейчас речь пойдёт о вещах, которые защищают рыболова от всевозможных насекомых, которых у нас в изобилии, да, в наших краях. И мошка, или, как многие говорят, мошка почему-то, комары, клещи, ну и так далее, и так далее. Итак, обязательно ли это... Давайте начнём с вопроса, обязательно ли это приобретать, эти спецвещи, либо можно отделаться какими-то, не знаю, старыми вещами из сундука, вот. Или всё-таки современность такова, что лучше этим пользоваться? Это самый достаточно распространённый, я бы сказала, покупаемый костюм. Каждая весна, лето, вплоть даже до осени их разбирают очень хорошо. Всё. Представляет он из себя штаны и куртка анорак, то есть она одевается через голову. Какое сейчас слово произнесли? Анорак. Анорак. Ну, модель так называется, курточки, которые через верх одеваются, у них молния, то есть вот от середины получается. Шею закрывает, да? Да. И, соответственно, вы их, когда одеваете, у вас на капюшон, здесь кармашек грудной есть, из него достаётся сеточка, и сетка закрывает полностью всё лицо. То есть вы, когда одели этот костюм, вы полностью защищены от любых насекомых. А этот костюм пасечника называется? Ну, грубо выражаясь, да, в простонародье. Только сетка, наверное, поменьше, меньших размеров. Ну, да. Да, нежели добытчиков мёда. Также у этих костюмов, по всему костюму присутствуют такие, так называемые, ловушки. То есть поверх ткани пришита лента цветная внутри. Когда её загибаешь, она будет рыжая. То есть она разогнута, получается, если вдруг, допустим, клещ ползёт. Он как раз заползает вот в этот кармашек, и он вылезти-то оттуда уже не может. То есть, допустим, если вы побывали в лесу, домой пришли, как говорится, развернули, посмотрели, встряхнули костюм. Вас никто не укусил, к вам он не подлезет, ему просто некуда будет подлезть. Внутри у этих костюмов присутствуют ловушки. Это как... Они повсеместно прямо на этом костюме, эти ловушки? В смысле? Ну, и на ногах, и на руках, на теле. Вот эти кармашки, так называемые, цветные, они, да, они идут на рукавах, они идут примерно в области талии где-то, и на штанах. То есть если он даже, допустим, этот же клещ, если он заполз на ногу, то есть он выше колена, допустим, не поднимется. Если вы его где-то с куста на куртку зацепили, то есть выше он тоже не сможет пробраться. В этом плане удобно, продумано. Также присутствуют так называемые эти подъюбники, так называемые. Они внутри вшиты к костюму, то есть вы когда одеваете курточку, вы вот этот подъюбник заправляете в штаны. И такие же вот эти ловушки, они присутствуют на брюках внизу, то есть вы их заправляете в сапог. Ну, естественно, все должно быть закрыто. Либо в сапог, либо, как вот, дедушки любят, в носки еще заправляют. Ну да, оголенных участков тела, в общем, не должно быть. Да. И в этих костюмах их не будет. Вот, соответственно, вы уже оделись и смело можете идти. Единственное, оголенные части тела, это у вас руки остаются. То есть тут, ну, как бы придется тщательно более следить и, единственное, от комаров отбиваться. Ткань достаточно, у них плотная, используется смесовая ткань, либо 100% хлопок, либо смесовая. Екатерина, простите, для тех, кто, да, не в курсе, это вот все поверхно дается, да? В смысле поверх чего? Ну, это верхняя одежда вот для того, чтобы идти на рыбалку, в лес и так далее. Ну, вот, допустим, лето. Вы решили сходить там за ягодами, допустим, в лес. То есть футболочка. Некоторые даже футболку не одевают. Да, прям на голое тело не одевают. То есть если на улице достаточно тепло, можно одеть просто на голое тело, то есть и идти к телу. Вот именно вот этот состав смесового ткани, это как футболка. Единственное, она раза в два плотнее будет, чтобы никто не прокусил. Там идет смесь хлопка, 35, по-моему, процентов, и 65 полиэстер. То есть они дышат, небольшие влагозащитные у них свойства имеются, то есть от маленького дождика тоже спасет. Но и тем не менее не жарко будет. То есть если по осени или вот сейчас по весне начать в лес ходить, то, конечно, стараются брать размер просто побольше и пододевают что-то под низ, чтобы было комфортно. Также летом чаще разбирают именно стопроцентных хлопок. То есть не смесового, она более лучшими качествами именно проницаемостью обладает. Более легкие, да, уже такие? Да, он лучше дышать будет. Так. И вот, по-моему, в прошлом году к нам пришли совсем тонкие-тонкие-тонкие вот эти антигнусы. Их очень давно спрашивали, вот как раз компания Восток их выпустила. Наша российская фирма. Они легкие, вот в самую знойную жару, то есть в них будет комфортно. Вы не будете себя чувствовать, что вы находитесь как в полиэтиленовом, допустим, грубо выражать, в пакете. И, соответственно, у них есть большая размерная линейка. К нам поступили детские вот эти москитные костюмы. Детские, детские. А насколько детские прям? От какого возраста? Примерно начиная лет от трех. Да. То есть они такие совсем миниатюрные. Лет от трех это примерно... Ну вот когда ребенок начинает... Человек где-то метр в росте где-то примерно. Ну, примерно, да. То есть там самые маленькие размеры, по-моему, 26-й идет, даже поменьше, наверное. Ну, действительно, это, да, ребят. То есть теперь родители могут не бояться за своих маленьких детей, чтобы брать их спокойно с собой в лес, в лес, на рыбалку без разницы. То есть просто берете, одеваете на него вот этот костюм, и ваш ребенок полностью защищен от любых всевозможных насекомых. И там точно такие же ловушки есть у этих детских моделей. Да, это такой же взрослый костюм, только он как миниатюрный получается. Растовленчный, так. Тоже достаточно комфортный, они удобные. То есть в прошлом году их очень хорошо разобрали. Мы как бы ждали, очень долго у нас рыбаки ждали, когда привезут детскую одежду. Распробовали, в общем. Да, когда детскую одежду, чтобы своих маленьких там сыновей, либо дочек брать с собой на рыбалку, либо там на охоту, либо даже просто куда-то вот на природу отдыхать. И есть еще из детских костюмов, привезли костюмы горка. Так, что это такое? Горка – самый распространенный летний костюм. Даже не столько, наверное, летний, сколько демисезонный. Они вот на флисе бывают как раз вот утепленные. И летний вариант, они потоньше будут. Это так называемые самые удобные. Почему горка-то называется это? Модель так называется. Горка. Без объяснения. Просто горка и все. Ну, они очень-очень давно у нас вообще существуют как не только в нашем магазине, а вообще вот в магазинах различных. То есть у них удобно сделано, у них штаны, допустим, не болтаются, у них под коленкой сделаны резинки, чтобы они как более зауженные получаются. Их чаще считается более, наверное, как армейское, что-то типа армейской одежды. У них потому что зауженные книзу штаны идут на резинках, как раз под берцы удобно. Курточки тоже идут с резинками на рукавах, чтобы не болтались, чтобы удобно было, комфортно. И вот сейчас как раз детские костюмы тоже горки привезли. Тоже довольно хорошо их стали смотреть, дергают, меряют, разбирают. Ну, предназначение то же самое, защищать от разного рода приставочных насекомых. Ну, они безмаскидные сетки, но они больше как для повседневных, ну, как не столько от насекомых, сколько просто костюмы именно для охоты, для рыбалки. Ну, для выхода в лес, за грибами, за ягодами, для поездки, для работы в саду, на дачном участке. То есть у них нету, да, вот именно какого-то прямого предназначения, что это рыболовный костюм. Все, что не касается офисной обстановки, можно везде этим пользоваться. Так, давайте по ценовой категории поговорим. Примерно от тысячи они где-то начинаются, 1300 примерно. Это антигнус, да? Да. Ну, вот самые тоненькие, по-моему, 1300 стоит, если мне память не изменяет. А максимум? 1700 где-то. Ну, то есть до 2000 можно спокойно. Ты уже думал, там, тысяч по 10, может быть, там, не знаю. Нет, нет, нет. Это обычные костюмы, которые пользуются самым большим спросом, поэтому смысла их делать дорогими, в принципе, нету. Они именно сделаны для простого, так сказать, народа, чтобы человек может прийти, померить, и ценовая политика будет доступна для любого человека. Процветки? Давайте пройдемся так. Какие есть и какие самые востребованные? Хаки – это стопроцентный хлопок идет. Темный, допустим, лес и светлый лес, ну, вот, пятнистая, грубо выражаясь, это идет уже смесовая ткань, то есть они по ткани тут разные будут. Самые востребованные в самую жару хлопок стопроцентный, а вот так по цветам, так их, в принципе, все разбирают. То есть они хотят, чтобы их видели в лесу, покупают, соответственно, более камуфляжную одежду, чтобы их там сел, тихонько сидит, грибочки собирает, тебя никто не видит. А может, какую-то особенность заметили для детишек? Одного цвета выбирают для мужчин, вот это предпочитают? Нет, костюмы детские абсолютно такие же, как и взрослые. Дети же всегда хотят, чтобы у них было все такое же, как и у родителей. Хотят казаться более старше. Да, в этом плане сделали абсолютно такие же костюмы, вот именно миниатюрные. Насколько требовательны эти вещи, антигнус, так называемый, в уходе? Как обычная одежда, абсолютно. Стирка обычная, да? Единственное, стопроцентный хлопок желательно стирать, не при высоких температурах, потому что он имеет свойство садиться. То есть обычная... Ну там бирочки соответствующие есть, да? Да, конечно, там как стирать... Показания для стирки имеются. А так, как обычно, абсолютная одежда, то есть она непривередливая, ее можно сушить на батарее, на веревках. Если вы на природу уехали, допустим, где-то вымахлись с палатками, с ночевкой, просто там повесили на веревку, и она у вас сушится. То есть в этом плане у нее нет каких-то особенностей, как, допустим, у мембранной одежды или у термобеле. А если где-то что-то вот зацепился, порвал? Они достаточно прочные идут. Прочные, да? То есть надо еще и постараться для того, чтобы... Ну да, у них достаточно плотная и прочная ткань. И за исключением вот одной вот этой модели, которая говорила, что на знойную жару вот самые тоненькие костюмы, они, да, их легче. А так зашиваются они просто... Ну, нет у них каких-то вот именно особенностей, на которые нужно обратить внимание по уходу или по ремонту такой одежды. Если вот мы говорили тогда вот по термобелю, что в термобеле вот сложнее, допустим, заштопать, то к этим костюмам вообще нет никаких вот таких моментов. Так, не так много времени у нас остается. Я напоминаю, что мы беседуем с Екатериной Климовой, экспертом компании «Арсенал». Мы сегодня с вами экипируемся прямо на рыбалку в теплое время года и в межсезонье. Что надеть для того, чтобы не замерзнуть или наоборот не вспотеть? И мы договорились еще поговорить о таких аксессуарах тоже незаменимых, очень важных, как рюкзаки, шезлонги, горелки, термосы. Тоже все очень востребовано. Ну, давайте начнем, наверное, с самого... Из чего я сейчас перечислил? Ну, рюкзаки, наверное, все-таки, да? Куда складывать? Выбор, я знаю, у вас огромный. Да. Всего даже сейчас трудно как-то подобрать какие-то основные критерии, которые можно было бы... Ну, их по большей части три вида всего лишь. Ну, да, все мы хотим потратить не очень много, получить вещь. Вещь качественную, с массой каких-то прибамбасов полезных. Так. Тут нужно определиться, смотря для чего. Если трекинговый рюкзак, то есть для походов, соответственно, там специальный каркас. Для путешественников, да? Да, там идет специальный каркас, там усиленная спинка, там регулируемые лямки, чтобы было комфортно. И дополнительно, так сказать, лямки на поясницу. Чтобы было комфортно именно нести. Дополнительная фиксация, да? Если смотреть охотничьи рюкзаки, то они идут более либо широкие, как мешок, и не с кучей, допустим, кармашков, либо удлиненные, чтобы можно было положить ружье. И самый распространенный третий – это для рыбаков. Для рыбаков существуют небольшие рюкзачки, ну, литров 20, 30, 40. Чуть и небольшой. И с кучей кармашков. С кучей кармашков, да. Главное, чтобы было как можно больше карманов. Сюда положить приманочку, туда там шнур. Да, коробочки, не коробочки. Сюда катушки, там сюда еще что-то, там запасные какие-то части, да? Совершенно верно. И единственное то, что вот четвертый вид не такой самый оптимальный – это городского стиля рюкзаки. То есть простые, несложные, ну, и в цене, соответственно, в средней ценовой категории. Простые, несложные, в смысле без большого количества отсеков, кармашков. Да, карманов, но тем не менее они не пятнистые, а именно более городского стиля, скажем так. То есть там два больших кармана, грубо выражаясь, и расцветка не пятнистая, а оптимальная. Ну, с которым можно пойти, не знаю, на работу, если там что-то можно вот… Да, на велосипеде кататься, на работу. Ну, учебу многие ходят, да, студенты те же самые. Положить необходимые вещи, учебники, конспекты и что-то такое. Соответственно, самые дорогие считаются трекинговые рюкзаки, потому что у них существует такие, ну, множество различных компонентов. Вот, как я говорила, усиленная спина, специальная система… Там прямо вставки используются, да? Там, да, алюминиевые такие вставки на протяжении всего, всей длины рюкзака. То есть в спину, если вы наложили полный рюкзак, ничего не упирается. То есть идти достаточно комфортно. И гермоупаковка. Ой, не гермоупаковка, а гермочехол на рюкзак. То есть если пошел дождь, он находится чаще всего внизу рюкзака, вы открыли кармашек и сверху рюкзака натянули этот гермочехол. И все, не промокнет. Да. Можно не беспокоиться. Это дополнительная защита идет для рюкзака. Второе по цене – это идут уже примерно вот как раз охотничьи рюкзаки и рыболовные. Чем больше кармашков, чем больше причиндалов, тем, соответственно, рюкзак считается дороже. Единственное, вот примерно в эту же ценовую категорию можно внести городские рюкзаки тоже. Они примерно так же стоят, где-то от двух, я бы даже сказала, тысяч примерно и выше. Самые недорогие – это вот так называемая самораспространенная модель – Боровик. Боровик. Это просто рюкзак-цилиндр, у него всего лишь две лямки, то есть у него нет дополнительных лямок для поясницы. Самый простой рюкзак, вот самые недорогие рюкзаки начинаются где-то в районе от 700 примерно рублей. То есть можно прийти, выбрать рюкзак и какой угодно длины, ширины, по литражу разное абсолютно, с любыми примабасами, с карманами, вплоть даже с сумками, которые отстёгиваются от рюкзака дополнительно. Есть и такие. Да, у «Акватика» очень большой различный спектр всяких рюкзаков. А «Акватик» – это, опять же, производитель наш, да? Да, это российский производитель довольно хороший. Вот у них линейка маленьких как раз рыболовных и охотничьих рюкзаков самый большой. А я, кстати, не так давно увидел, уже не помню где, переходя уже к теме стульев и шезлонгов, есть рюкзак, который трансформируется в стул. Я бы сказала, наоборот, стул. Или наоборот, стул в рюкзак трансформируется. Да, есть такой. Что-то такое? Сразу же вопрос. Всё-таки по отдельности рюкзак и какое-то... Это маленькая табуреточка, с которой прикреплён рюкзак. То есть если вы сложили рюкзак, ой, не рюкзак, а табуретку, достали лямки у рюкзака, вы можете одеть рюкзак и идти. Захотели присесть, лямки сняли, стульчик раздвинули, сели. Я функционал-то понимаю, просто сразу вопрос, насколько это надёжно? Просто когда вещи комбинируются какие-то, то там много примеров, что ничего хорошего из этого не получается. Нет, достаточно удобная вещь. Единственное то, что рюкзак не нагружать очень сильно, потому что там литраж не такой большой, и если, допустим, он будет совсем раздут во все стороны, то в этом плане не очень удобно будет тогда нести его. И ножки стула будут упираться. То есть это уже просто немного некомфортно будет. А так очень удобно. Распространённая модель очень часто, особенно зимой их спрашивают, потому что это заменяет, получается, ящик. Ящик, да, рыбатки. Я положил всё, что тебе нужно в рюкзак, и у тебя и стульчик есть, и рюкзак есть. Ну да, есть люди, которые не часто выбираются на рыбалку, буквально несколько раз за зиму, и им, наверное, вариант такой больше всего подходит. Так, шезлонги. Ну, там, я понимаю, выбор тоже может быть просто огромнейший. От полутора тысяч. Можно просто место для сидения, можно развалиться, можно развалиться покомфортнее, можно там подставочки всевозможные тебя могут окружать. В общем, такой мини, не знаю, мини-дом такой вот сидишь, и у тебя всё под рукой. Были даже кресла, которые были с крышей. С крышей даже? Да. Тоже от осадков защищают, да? Да, не только от осадков, особенно удобно на даче, когда ты, допустим, солнце светит, да, захотел передохнуть, пожалуйста, либо на рыбалке, чтобы тебе... Как у нас часто бывает, особенно сейчас, солнце очень... Это сильно светит, рыбаки приезжают загоревшие, и чтобы не сгореть, то есть ты сидишь, рыбачишь, а крыша тебя защищает от ультрафиолета. То есть в этом плане, да, очень большой ассортимент от маленьких табуреток, заканчивая действительно шезлонгами, креслами. Есть кресла, которые с подстаканниками, есть которые со столиками, есть которые сбоку с сумочками. То есть в этом плане... Не говоря уже о подставках непосредственно на удилище. Такие тоже в природе существуют. Вот, по-моему, в прошлом году одно было у нас. Его, по-моему, сразу же купили. То есть это редкость, но их довольно часто спрашивают, потому что это удобно. И, соответственно, эти же шезлонги, они, да, они бывают... Ты можешь просто сидеть, они регулируются. То есть от любого положения, какого тебе захочется, ты можешь в любом положении находиться. Единственное, вот он не трансформируется полноценно в лежак. А-а-а, всё-таки только сидеть. Ну да, то есть такое полулежащее состояние, но не совсем лечь. Термосы. Ну, я думаю, тут особо, наверное, объяснять нечего, потому что предназначение этого предмета всем, я думаю, ясно. Хотя, не знаю, можете что-нибудь внести такое любопытное. Термосы и термокружки удобно в жаркую погоду в плане с холодной водой. То есть термос у нас... Мы привыкли, что термос это обычно, так сказать, такой товар, который предназначен имен... Который хранит тепло, да? Да, именно для тепла. Но у него есть ещё прекрасное свойство, как сохранять холод. То есть особенно, когда летом жарко, хочется прохладной воды, это незаменимая вещь. А если набрал ключевой воды, то она там в такой температуре и будет, да, конечно же. Да, да. Ага. Так. Термокружки – одно из самых, тоже, наверное, востребованных вещей. Особенно сейчас, да. Сейчас начинается не только у нас рыболовный сезон, сейчас и велосезоны начинаются. Вот очень часто приходят именно, так сказать, и юные туристы, и как раз кто занимается и велоспортом, и рыбаки даже тоже, чтобы не таскать с собой целый термос, потому что на рыбалку на день не всегда удаётся. Термокружка – это самый такой оптимальный вариант, потому что у неё литраж примерно где-то от 0,4 начинается. Ну, если хорошего брать. То есть 400 граммов? Да. Да. Она держит примерно около 8-9 часов, если хорошая. То есть цена у неё примерно 700-800 рублей. Она полегче, чем термос, и поудобнее. Ну, как раз вот в среднем такая большая кружка чая очень удобно с собой переносить в рюкзаке, либо в ящике, без разницы туда. Угу. У нас остаётся буквально пару минут. Катерина, мне хочется узнать ваше мнение, как человек, давно уже работающего в этой сфере и разбирающегося в этом. Прекрасно. Вот я знаю, что новинок появляется очень много для рыболовов, для людей, ведущих активный образ жизни, любящих активно отдыхать. Вот что, интересно, вас как специалистов в последнее время удивило из новинок, появившихся, то, что предлагается в помощь рыболову, охотнику? И что вы считаете, может быть, самым таким ценным и полезным? Ну, вот для новичков... Просто нет, всё, что мы сейчас перечислили, это, безусловно, имеет место быть, да. Для новичков самый оптимальный вариант, если вы только, допустим, захотели в этом году заняться рыбалкой, это подарочные наборы, готовые, уже собранные. То есть удочка, катушка и прочее. Кто собирает? Вы непосредственно с коллегами собираете или прямо они скомпонованы уже? Нет, почему? Они приходят уже скомпонованные, то есть готовые. Их быстро достаточно разбирают, но это не так уж и занимает много времени. То есть любой человек может прийти, и мы ему соберём, то есть так же с ноля и полностью, так сказать, экипируем, начиная с одежды и заканчивая там мормышкой или блесной, ну, вообще всем. А что в этих заранее собранных комплектах есть? Ну, вот стандартно, как идёт, допустим, удочка средняя, идёт по длине катушка, резко. Я уж не буду спрашивать, какая удочка у вас там, фидер на это удилище, спинник. Это уже не в моём, не в моём. Это уже другой отдел. Если смотреть из наших, вот по нашему, допустим, товару, то это подарочный набор с термосумками, то есть там, допустим, на две персоны. Захотели супруга съездить в лес, то есть там идёт, допустим, термос, две тарелочки, то есть набор ложки, вилки, ножи, открывашки, кружки. То есть решил устроить свои благоверные выездки на природу, пожалуйста. Да, в лесочке находится, то есть в этом плане тоже очень удобны вот эти подарочные наборы, они бывают там на две персоны, на четыре персоны. И есть самое, что главное, что у них есть термосумка, то есть просто аккумулятор положили, и у вас всё в одном месте находится. Которая хранит заданную температуру, да? Да. То есть вот самое удобное, что вот в последнее время приходит, это именно готовые уже какие-то скомпонованные подарочные наборы, в том числе вот эти наборы посуды. Также большое разнообразие одежды различной начало приходить, с кучей кармашков, вот то, что как раз вот рыбакам всегда было необходимо. Разгрузочные жилеты, вот это, наверное, самый оптимальный вариант летом, это разгрузочные жилеты. Это очень удобно. То есть их постоянно, мне кажется, спрашивают, их всегда спрашивали, и, мне кажется, даже будут дальше спрашивать. Это со множеством вот кармашков? Да, то есть это жилетки, которые вы одели, у вас кармашки на молнии, на липучках, их называют ещё разгрузка. Разгрузка. Ну, понятно. В этом у них есть предназначение для того, чтобы не таскать какие-то кейсы, ящики и так далее. Так, время наше истекло. К сожалению, на этом я напоминаю, что в программе «Трофеи рыбалка» мы сегодня говорили о одежде, обуви, аксессуарах, приспособлениях для рыболовов, которые пригодятся и мы в межсезонье, и в тёплое время года. Спасибо эксперту компании «Арсенал» на Воровского, 83, Екатерине Климовой. Ну, надеюсь, что в следующей передаче с коллегой Екатериной Васильевым Мамоновым мы всё-таки поговорим. Мы просто анонсировали эту программу. Поговорим о так называемом «наноджиге». Да, есть такая штука, так что не пропустите. Выходим, мы, напоминаю, по четвергам с 8 до 9 вечера. Видеоверсия передачи появляется на следующий день после выхода программы на нашем YouTube-канале на сайте echokirova.ru. Ссылочка обязательно будет в нашей группе ВКонтакте. Ещё раз поздравляю победителя конкурса с получением 30 литров бензина «Ультра-92» от нашего генерального партнёра компании «Движение нефтепродукт» Константин Анисимов. Ура! Поздравляю! До новых встреч, спасибо! Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей! Рыбалка!